Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Хотите знать, во что стоит поиграть на этой неделе, а чего нужно опасаться? Возможно, ждете новых анонсов или слухов? Тогда вы настроились на правильную волну. Все это и многое другое ожидает вас в следующие несколько минут в еженедельном видеодайджесте GamesBlender. Сегодня в выпуске. Демонстрации Mass Effect 3 быть. Февральская вита для Европы. Данте в HD. Шестеренки снова дополнены. Хало во всей красе. И многое другое. Томительные месяцы ожидания заключительной части игры о приключениях Капитана Шепарда и спасении человечества сводят вас с ума? Возможно, BioWare сможет немного порадовать столь преданных фанатов Mass Effect 3, как вы. Совсем недавно стало известно о том, что канадцы собираются провести бета-тестирование мультиплеерной части потенциального блокбастера. Кроме того, вы сможете опробовать и демо-версию одиночной кампании. Самыми титулованными тестерами станут купившие Battlefield 3. Ранний доступ и эксклюзивные жетоны команды N7 им обеспечены. Как же стать счастливее, не покупая третью часть милитари-шутера? Пока неизвестно, но по заявлениям разработчиков в конце ноября все прояснится. А вот бета- и демо-версии будут доступны в январе, за пару месяцев до назначенного на март-релиза Mass Effect 3. Если в январе вам удастся опробовать третью часть саги про команду Нормандии, то уже 22 февраля можно будет получить PlayStation Vita. И для этого не нужно покупать какие-либо специальные игры или упрашивать Sony выдать вам ключ. Достаточно лишь иметь в кармане 249 евро для приобретения минимальной комплектации с Wi-Fi или 299 евро для покупки консоли с 3G. Никто не ожидал, что портативка порадует европейский регион так скоро. Так что уж постарайтесь накопить достаточную сумму, чтобы не пропустить игры из стартовой линейки. Ведь в нее войдут и Resistance Burning Skies, и Uncharted Golden Abyss. А по слухам, на консоль могут заглянуть такие серии, как Assassin's Creed, FIFA и Call of Duty. К сожалению, до сих пор нет никакой информации о стоимости 3G-версии и операторах в России. Но официальный русский сайт уже функционирует, что не может не радовать. А вот Nintendo 3DS увидела свет уже довольно давно. Зато и игры для нее выходят теперь достаточно часто. В очередном номере Famitsu анонсировали новый проект студии Level 5. Guild Zero One фактически четыре игры в одной коробке. Внутри Пека. Вас ждет ролевая игра от отца нескольких частей легендарной Final Fantasy. Далее игра от создателя No More Heroes. По слухам, скролл-шутер с использованием меха японской школьницы. Еще две игры от разработчиков с непроизносимыми именами обещают раскрыть необычные возможности 3DS. О дате выхода пока неизвестно. Продолжает японскую тему Намко Бандай, которые объявили дату выхода Soul Calibur 5. 31 января 2012 года. На этом новости не заканчиваются. Также было подтверждено, что в игре появится Этсо Аудиторе из многими любимой серии Assassin's Creed. Да-да, в образе Этсо вы сможете начистить физиономию Артуру, используя фирменные приемы из своего арсенала. Но и это не последняя радостная новость от азиатских разработчиков. Очередной HD ремейк готовится к выходу. На этот раз это Devil May Cry в составе трех первых частей серии. Слухи о Devil May Cry HD Collection ходили уже давно, поэтому анонс был ожидаемым. Конечно же, в издании будет и дополнительный контент, но о подробностях еще не сообщается. Ждать любимых и заметно похорошевших героев придется до февраля 2012 года. Среди громких анонсов этой недели отметился The Amazing Spider-Man, находящийся под знаменем Activision. На выставке Comic-Con в Нью-Йорке был показан дебютный трейлер. Также известны некоторые подробности. Графика в игре не мультяшная, а более реалистичная. Действия игры будут разворачиваться в Нью-Йорке, при этом город будет открыт для игрока. Владельцы ПК смогут зависнуть на Empire State Building летом 2012 года, а вот про платформы разработчик промолчал. Пока LA Noire двигается в сторону ПК, Rockstar анонсировали Complete Edition для PS3 и Xbox 360. Конечно же, в издание войдут все DLC, вышедшие на данный момент. В продажу игра поступит 15 ноября в США и 18 в Европе. А вот для Gears of War 3 DLC только начали выходить. Второй из них будет называться Rums Shadow. Добавит три дополнительных часа одиночной кампании, при этом в онлайне вам станут доступны новые герои и камуфляжи. Не забудьте о специальном предложении Season Pass, который сэкономит вам 1200 Microsoft Points. Снова отправиться пилить саранчу вы сможете уже 13 декабря. Неоднозначная Кэтрин разошлась тиражом в полмиллиона копий, что достаточно хорошо для Atlus. А вот Ubisoft сообщает, что из-за вопросов лицензирования и прочих внешних факторов, европейский релиз гитарного симулятора Rocksmith, музыкальной видеоигры с использованием настоящей гитары, переносится на 2012 год. Kinect сможет помочь вам в борьбе с ковенантами, сообщает Free for Free Industries, разработчик Halo Combat Evolved Anniversary. Дело в том, что игра задействует три основные способности сенсора — голосовые команды, сканирование предметов и жесты. При наличии Kinect вы сможете попросить свой Xbox перезарядить ваше оружие или бросить гранату, а также переключить графику с оригинальной на переработанную. Сканировать вы сможете очень многое — от паспорта для одиночной кампании до оружия. Все, что игра вас попросит отсканировать, будет храниться в так называемой библиотеке и использоваться как в синглплеере, так и в онлайн-сражениях. А путешествие по библиотеке будет также осуществляться с помощью жестов — обычных и не очень. Весь этот уникальный опыт вы сможете получить, купив игру 15 ноября, эксклюзивно для Xbox 360. Пока Microsoft активно продвигает свою вторую игровую консоль, портал Develop сообщает, что на E3 2013 привезут следующее поколение зеленых консолей. А вот Sony, по их словам, уже заняты стартовой линейкой для PS4, хотя саму консоль стоит ждать не ранее 2014 года. На чем же основаны выводы, спросите вы? Например, сообщает Develop, для следующей консоли Microsoft уже делают новую часть Fable, а Turn 10, Remedy, Volusion, Crytek и EA занимаются своими наработками для следующего поколения. Новая версия Unreal Engine, по слухам, будет доступна до 2014 года. Верить ли тому, что NextGen придет к вам в дом в рождественские праздники 2013 года, или не верить — решать вам. Демо-версии Dance Central 2 и Need for Speed The Run доступны на консолях текущего поколения. Скачать их из Xbox Live Marketplace можно уже сегодня. Также для своего персонального компьютера вы можете скачать игру Dungeon Defenders, демо-версией которой вы сможете насладиться вчетвером, на единственной карте с ограничением по прокачке до восьмого уровня. Скорее всего, даже такая скромная версия игры затянет вас на долгие часы. Осторожнее, не забудьте об остальных замечательных релизах этой недели. А на этой неделе выйдут по-настоящему долгожданные игры, которые продолжат лавину осенних хитов с многомиллионными тиражами. Мы же, в свою очередь, постараемся рассказать вам о наиболее достойных претендентах на покупку, ведь именно для этого и нужен КГБ — календарь GamesBlender. Первым номером нашего списка по праву является Battlefield 3 — игра, не нуждающаяся в представлениях. Захватывающая одиночная кампания с возможностью кооперативного прохождения и мультиплеер с десматчами и истребителями будет доступен 25 октября. Если вы пацифисты и вообще в войне предпочитаете танцы, в тот же день вас ждет Dance Central 2. Ваш Кинект запылился. Самое время купить эту игру и замечательно провести время с друзьями, девушкой или в гордом одиночестве, но только при наличии Xbox 360. Если это не впечатлило вас, то, возможно, Кинект Спортс Сезон 2 заставит направиться в сторону магазина. Хотите почувствовать себя спортсменом? В игре будет что-то по вкусу каждому, кто любит спорт. Игра также ляжет на полке 25 октября. Тогда же выйдет DLC для Infamous 2 Festival of Blood. Всего за 15 долларов Коул в ожидании Хэллоуина на одну ночь станет вампиром. 25 октября выйдет The House of the Dead Overkill Extended Cut. Специальное издание игры с поддержкой Move и 3D. Специально для PS3. Эксклюзивно для ПК выходит Stronghold 3. Управлять замком вы также сможете, начиная с 25 октября. И на этом все. С вами был еженедельный игровой видео Дайджест Games Blender. Ждем ваших комментариев, отзывов и предложений. Помимо этого, напоминаем, что на наши ролики можно подписаться на канале 3D News на YouTube. Оставайтесь с нами. Дальше только лучше и интереснее. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok